Всем привет! Смартфон это что-то среднее между Lenovo A850 5,5 дюймов и дорогущим Lenovo S939, который там свыше 300 тысяч гривен. Эта модель стоит приблизительно 160 долларов, 6-дюймовая, 4-ядерный процессор. Довольно-таки интересный аппарат для любителей посмотреть фильмы, поиграть в игры, GPS и интернет-серфинг. Давайте рассмотрим комплектацию. Вот в такой вот коробке поставляется этот смартфон. Он двухсимочный, WCDMA и GSM поддерживает. В комплекте куча заводской бумаги, инструкции, USB кабель, зарядка с переходником и наушники. Наушники проверял, не понравилось мне качество. Лучше покупать сторонние наушники, тогда будете довольны. Значит, спереди смартфон. Имеет закаленное стекло, которое не царапается. Имеет сверху динамик, фронтальную камеру на 0,3 Мп, датчик приближения, датчик освещения. Снизу сенсорных кнопок здесь нет. Здесь есть логотип Lenovo, есть микрофон. А сенсорные кнопки представлены вот на дисплее вот такими вот уже непосредственно сенсорами, а не механическими. По бокам смартфон с этого бока не имеет ничего. Сверху разъем под наушники довольно удобно реализован. Кнопки, кнопки включения-выключения, качелька громкости. Снизу разъем microUSB 2.0 и микрофон вот здесь находится. Хочу сразу же сказать пару слов про эти кнопки. Кнопки выполнены вот таким вот образом. Они идут немного так наскос. И иногда при желании нажать, как-то смартфон вот так вот норовит выпасть из руки. Мне это немножко не понравилось. То есть, ну, ко всему привыкаешь и потом нормально можно пользоваться. Сзади крышка soft-touch пластик. Логотип Lenovo. Остаются отпечатки пальцев, динамик, 5-мегапиксельная камера и вспышка. Вспышка нормального уровня. Нормально, если нужно сблизи что-то сфоткать, то светит нормально. Камера такого же уровня, как у Lenovo A850. То есть, ждать какого-то супер качества от съемки здесь не приходится. Корпус хороший. Ничего не люфтит. Не трещит на перегиб. То есть, в этом плане нареканий у меня нет. Под крышкой. Крышка вот такая вот нестандартная. Она одевается в смартфон вот таким вот образом. То есть, ну, немного нестандартно. Аккумулятор. Аккумулятор здесь на 2500 мАч. Это немножко больше, чем у Lenovo A850. Там было 2250. У Lenovo S939 у него 3000 мАч. Значит, здесь есть два полноразмерных слота под симки и слот microSD карточку. Своей памяти у смартфона 8 гигабайт. Давайте перейдем к техническим характеристикам. Посмотрим, что из себя представляет в плане железа этот смартфон. Основана работа на процессоре MTK6582. 17000 баллов. Это стандартный хороший показатель. Что по характеристикам. 422 Android. 6582 процессор. Mali 400 графический. 960 на 540 разрешение экрана. Это, скорее всего, минус. Однако, это на уровне подобных смартфонов от Lenovo. Камера 5 мегапикселей. Гигабайт оперативки. 8 встроенной. Есть работа с картой памяти. Прошивка работает нормально с этой карточкой. С любыми карточками. Частота процессора 1.3 ГГц. 0.3 мегапикселей. Фронтальная камера. Идем дальше. Количество точек касания. Multi-touch. Здесь 5 точек касания. Какие есть датчики в смартфоне. Это Z-Device Test программа нам покажет. Есть GPS. Wi-Fi Bluetooth. Акселерометр. Гироскопа здесь нет. Есть вспышка. Датчик приближения. Датчик освещения. Здесь нет NFC. Здесь нет OTG. Это, наверное, тоже минус. Касательно прошивки. С завода они приходят, естественно, как и большинство Lenovo с английских. Прошивку мы поставили вот такую. S018. Не скажу, что здесь полноценный русский язык. Все, что нужно для обычного пользования. Для какой-то навигации. Все на русском языке. Однако в настройках меню. Например, в настройках звука есть немножко английского. По экрану тоже есть отдельные фрагменты. Но основное, например, яркость нам нужно поменять. Это на русском языке. По прошивке нареканий у меня нет. Не выбрасывает его стабильный прием Wi-Fi. Стабильный прием SIM-ок. Поэтому нареканий на прошивку у меня нет. Единственное, что немножко нужно будет мириться с небольшим английским софтом. Что касаемо экрана. Экран здесь 6-дюймовый. Стекло закаленное. Не царапается. 960 на 540. Сказать по современным меркам. Это минус. Потому что у смартфонов есть и HD, и Full HD. На таких диагоналях есть и Full HD, есть и HD. Например, THL T200. Но то смартфоны немножко другого уровня. Немножко другой категории. Для этого смартфона я считаю, что экран хороший. Мне экран нравится. Углы обзора на картинках я вам сейчас продемонстрирую. Картинки смотрятся хорошо. Нормальная яркость у смартфона. Углы обзора здесь нет. ОГС технологии. Здесь, скорее всего, раздельный Touch и Display. Поэтому есть небольшая воздушная прослойка. Это, наверное, немножко видно. Но слишком это не составляет дискомфорт. Естественно, по диагонали матрица немножко выцветает. Но все на достойном уровне сделано. По углам обзора я нареканий за эту цену смартфон 160 долларов приблизительно стоит. Я не могу притраться. Звук. Звук. То, что меня в этом смартфоне однозначно порадовало. Звук хороший, как внешнего динамика. Давайте буду сразу по ходу вам это демонстрировать. Громкий. Модель очень хорошая, интересная. Выглядит белый. И в том обзоре у меня еще был частично русский Lenovo. Здесь я просто хочу... Один динамик здесь. Далее. Звук разговорный и микрофон тоже работают шикарно. Слышно очень хорошо. Звук через наушники тоже меня порадовал. Звук действительно очень громкий. Басы такие умеренные. Но, в принципе, они тоже есть. Не так глухо звучит. Все, например, как в некоторых моделях MTK6592 8-й. Поэтому нареканий на звучание в этом смартфоне у меня нет. Все выполнено на достойном уровне. Так скажем так, надежно выполнено. Касательно игр, касательно производительности. Смартфон имеет 960 на 540 разрешение. Имеет MTK6582. Графическое ядро. Mali 400. Это связка, которая всегда работает отлично в любых современных играх. Нету здесь чему глючить, чему тупить. Никаких вариантов для проседания FPS здесь нет. Давайте посмотрим две игрушки для закрепления информации. Теперь перейдем к аккумулятору. Аккумулятор здесь на 2500 мАч. Давайте покажу вам, как он работает в связке с 6-дюймовым дисплеем. Я вам скажу так, что работает очень недурно. В Antutu тестере смартфон набрал 681 балл. Это хороший показатель. Средний показатель это около 500 баллов. Далее. Во время воспроизведения игры это 3 полноценных часа. С максимальной яркостью это был у меня Epic City D. И около, также около 3 часов. Ну, наверное, где-то около будет 3,5 часов со 100% до нуля. Это воспроизведение видео через Wi-Fi в YouTube с максимальной яркостью, с Wi-Fi и со звуком, естественно. Поэтому по аккумулятору результаты хорошие. Касательно GPS. Смартфон все-таки большого размера. И понятное дело, что люди захотят пользоваться GPS. Это очень удобно в машине на таком экране смотреть свое местоположение. GPS тоже ловит отлично. Мгновенно ловит много спутников. Вот у меня первый старт за 7 секунд. Ну, почти 8 секунд. Это хороший показатель нареканий на GPS тоже я от себя сказать никаких не могу. Пару слов о камере. Камера здесь простенькая. Камера 5-мегапиксельная основная. Видеозапись идет в формате HD. Фронтальная камера 0,3 мегапикселя. Что могу сказать о камере? Во-первых, вспышка рабочая. Вспышка светит нормально. Можно, наверное, использовать как фонарик. Если нужно сделать фото какого-то объекта сблизи, то тоже все делается. Все, в принципе, в порядке. Касательно камеры. Макросъемка делает отлично. Автофокус также работает отлично. Что вы сможете снять? Ну, например, вы сможете без особых проблем снять листик текст формата А4. И все будет читаемо, все будет видно и можно будет пользоваться. Что-то большее. Ну, просто не хватает оптики. Вот я увеличивал расстояние, фотографировал газету. То, чем больше расстояние, тем уже получаются у нас вот такие мыльные изображения. То есть, камера среднего уровня. Но на уровне Lenovo A850. Ни выше, ни ниже. Вот, в принципе, и все. Показал я вам эту модель. Называется он Lenovo A880. Цена приблизительно 160 долларов. В наличии в Украине и с гарантией. И, как всегда, позволю себе сделать такой вывод по смартфону. Что мне понравилось, что мне не понравилось. И для кого этот смартфон. Однозначно, эта модель не подойдет просто для такого человека, который будет пользоваться ним, как телефоном. То есть, для звонков. Неудобно ходить с такой диагональю 6 дюймов. Это все-таки немало. Эта модель идеально подойдет для людей, которые не хотят тратить много денег на Самсунги. При этом хотят иметь весь тот же функционал, который есть в Самсунгах, в HTC и тому подобных моделях. Вы сможете на нем поиграть в любые современные игры. Вы сможете долго посмотреть фильм. Вы сможете с удобством пользоваться интернетом. То есть, серфингом, страничек каких-то, чтением новостей и любыми подобными вещами. Вы сможете с легкостью прослушивать музыку. То есть, смартфон для людей, которые готовы использовать это устройство на максимум. Все заявленные функции, GPS, хороший звук, хороший аккумулятор, хорошая нормальная производительность. В этом смартфоне есть. Чем он отличается лично для меня от Lenovo A850? Ну, я могу сказать, что отличается он в первую очередь дизайном и размером дисплея. Во всем остальном, это две идентичные модели. Единственное, что у A880 больше встроенной памяти. Здесь 8 гиг. Такие же камеры. Примерно так же работает аккумулятор. Там немножко меньше аккумулятор, но и диагональ тоже меньше. Поэтому вот такой вот получился смартфон. Lenovo всегда в своем стиле. Они не делают супер таких бомбовых смартфонов, которые выстреливают в техническом плане. Это средняя модель от Lenovo. Тут не будет супер шикарного экрана. Тут не будет супер шикарной камеры. Тут все на среднем уровне. Но выполнено все очень качественно и очень надежно. Количество брака у Lenovo всегда минимальное. И по этому показателю другие китайцы, такие как ZOP или THL или JAU тот же, ну просто с Lenovo не сравняться. На этом все. Благодарю Станислава из интернет-магазина eTorbo Kyiv.ua. К нему можно заходить, делать заказы. Есть эти модели в наличии. Также можно заходить и к нам. Спасибо. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok